Шалом, с вами Рафаэль Перский, посланник любопытского арабия короля Машвеха. Мы находимся в Суке, в Сукот, слава Богу. Человек как можно больше должен находиться в Суке. Есть здесь такой свет, и мы напитываемся. С другой стороны, мы должны сейчас вечером, ну, скоро у нас будет оркестр, поэтому пойдем, и рядом с синагогой будут танцы. И мы должны выйти из Суке и идти на танцевать. Танцевать, то есть тоже, когда человек, называется Симхат Бейта Шуева. Это было, когда существовал храм, чтобы он уже был восстановлен. Было такое, черпали воду, поднимали его в храм и делали возлияние воды. Обычно на жертвованиях возливали кровь или вино. А здесь возливают воду. И это была очень большая радость, очень большое веселье. И поэтому в Сукот люди танцевали с вечера до утра. Это была особая радость. И говорили, тот, кто не видел радости в Сукот, тот не видел никогда радости. Я нашел очень интересную статью, рассказ, размышления про Сукот в книге Хайм Бен Цион Хейна. Он известный из известной хасидской семьи. И поэтому сейчас, когда он уже на пенсии, он начал писать книги. Очень многие хорошие книги он написал. Я вам советую приобрести эти книги. Еще раз. Хайм Бен Цион Хейн. Он живет в нашем городе, и поэтому я с ним общаюсь напрямую. И он мне как раз таки подсказал рассказать именно то, что он сделал сборку. На самом деле, конечно же, Рэбби Король Машеах дал нам информацию о том. И о том сравнить между Сукотом и Песохом дал, какие есть схожести, какие есть разные вещи между праздником и Песохом и Сукотом. Значит, и Рэбби Король Машеах, он собрал это, и очень интересно это все прослеживается. Значит, так, все начинается с того, что в XVIII веке в Берлине один из управляющих, городоначальник, нееврей, он был приглашен к Раву. Раву называли Цви Герш Левин. Он был главным Равин, и поэтому он оказывал почтение городоначальнику. И городоначальник он был и на Пасхальном Севере, и в Суке. Значит, когда он его пригласил в Суку, шел, была плохая погода, и все, и сидели в Суке. И городоначальник увидел, значит, трапезу и все, и он у него спрашивает, почему, уважаемый Рав, в Песох задают вопросы дети? То есть, все, основная вещь, которая находится в Пасхальной Агоде, это вопросы. А в Сукуот не задают вопросы. На самом деле, в Сукуот можно задать много вопросов, почему выходим из теплого жилья и находимся в Суке. Есть многие, которые спят в Суке. И, конечно же, в Израиле у нас погода, хотя и сегодня был дождь, но погода более-менее теплая, благоприятная. А если взять Россию, Америку, то есть уже и снег, и дождь, и все равно евреи находятся в Суке. И, на что Равин сказал, сказал так, еврейский ребенок знает, из нашей истории, что евреи в ни разу сгонялись на сиженных местах. Поэтому, когда мы покидаем наш дом и переселяемся во временное жилье, шалаш, это не вызывает удивление у еврейского ребенка. Мы сейчас находимся, когда евреи находятся в Галуте, прогоняли, и приходилось то же самое, переезжать из страны в страну. Поэтому у еврейского ребенка нет вопросов. Ну, сейчас мы живем в теплом доме, сейчас вышли в шалаш. С другой стороны, когда еврейский ребенок обнаруживает себя в большой просторной комнате за праздничным столом, то есть на пейсах, у него возникает вопрос, чем эта ночь отличается от остальных ночей. Этот ответ для градоначальника Берлина, он достаточен. Но мы с вами разберем этот вопрос более тонко, на более фундаментальном уровне. Теперь. Суккот и пейсах – два праздника, о которых Торо говорит, что они продолжаются семь дней. То есть пейсах семь дней и суккот семь дней. Шавот. То есть есть три праздника, когда мы поднимались в Иерусалим. Пейсах, шавот и суккот. Но шавот, он только день или два дня, как за границей. А пейсах и суккот длится неделю. То есть у них в этом есть схожесть. Вторая схожесть. И пейсах и суккот начинаются в 15-й день соответствующего месяца. Пейсах – месяц Ниссан, а суккот – месяц Тишрей. То есть в один и тот же день разница ровно в полгода, если это не высокосный год. Значит, еще одна вещь, которая похожа и общая между пейсахом и суккотом. Для выпечки матьцы в пейсах употребляется воду. Когда воду берут для выпечки воды, ее готовят с ночи. То есть вода должна отстоять ночь. В Роша-Шана идут к воде, делают очистить себя от грехов Ташлих. Суккот – это находится в сборке всех праздников месяца Тишрей. То есть Роша-Шана, Йом-Кипур и Суккот – это все один набор вот этих праздников, всех праздников месяца Тишрей. В конце Пасхального Седера произносятся слова «на следующий год в Иерусалиме». Те же самые слова произносятся в конце молитвы на Ила, то есть Йом-Кипур. Те же слова произносятся «на следующий год в Иерусалиме». Эти вещи, которые схожи и в суккот, и в пейсах. Теперь возьмемся за отличия между пейсахом и суккотом. Первое значит так. Праздник в пейсах можно кушать в любом месте, но не любую еду. В эти дни запрещено кушать хамец. То есть в любом месте можно кушать, только кошер для пейсах. А в суккот можно кушать любую кошерную еду, только в определенном месте. В определенном месте, то есть в суке. Основываясь на этих различиях, мудрецы учат, что еврей, послушайте, что пишет Рафхэн, что еврей должен взять в себе два ограничения протяжения всего года. Первое. Не всякую пищу можно кушать. Необходимо тщательно проверить ее кошерность. Второе. Не в любом месте надо кушать. Необходимо хорошо разобраться, что представляет собой общество, с которым приходится проводить свое время. Недаром говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Это так. Теперь, хотя из скандинного усиливается вопрос, почему в праздниках суккот отличается от праздника в пейсах? Почему в пейсах задают вопросы, в суккот не задают вопросы? Действительно, есть очень много вопросов. Оставляют уютный дом, выходят в шалаш, берут 4 вида растений, каждый день благословляют, делают специальные движения. Почему в субботу не делают благословения на нулаф? Теперь так. Чтобы развиваться в этом, надо проанализировать ограничения, налогаемые этими праздниками. В пейсах не все можно кушать, а в суккот можно кушать кошерную пищу. Но не в любом месте. Теперь так. В пейсах есть очень сильное ограничение. То есть, не кошерную на пейсах еду можно только кушать для спасения жизни. То есть, никто не может кушать не кошерную на пейсах еду. Ни женщина, ни ребенок, никто. То есть, все-все-все должно быть кошерной на пейсах. В отличие от суккота. От суккота основная митцва нахождения в сукке, когда ты кушаешь, должна быть у мужчин. Мужчины должны сидеть в сукке и кушать. Женщины не обязаны выполнять эту заповедь и все время кушать в сукке. И дети тоже. Теперь, даже в том случае, если идет дождь, или в сукке холодно и плохо, мы имеем право зайти домой и кушать дома. На самом деле, настоящие хасиды никогда не кушают дома и не пьют дома. Даже когда есть дождь, даже когда и холодно, всегда находимся в сукке. Но это не обязательно. Ювейский закон нам говорит, что если ты не можешь, не хочешь, страдаешь от этого, кушай дома. То есть, ограничения в праздниках суккот не такие сильные. Теперь мы подведем итог и соберем, что нам говорит это в нашей духовной работе. Песнях – это время выхода из рабства, из тех условий, в которых человек привык находиться в течение нескольких веков. То есть, раб, он по своей сути раб. Он не привык к свободе. Он родился в рабстве. Он не знает, что такое свобода. Он привык постоянно подчиняться. Как поломать установившийся уклад жизни? Вот тут и возникают различные вопросы. Поэтому в Пейсах задают вопросы. Человек задает себе вопрос, а получится у меня ли? А смогу ли я это сделать? А может быть, так и хорошо. Может быть, остаться, быть рабом, но, как говорится, ничего не менять. Очень тяжело выйти из своих границ, из своих рамок. Множество сомнений мучают бывшего слугу, а также раба своих страстей и желаний. Стоит ли ему выйти на свободу? Сомнения огложат его, и тяжело принять окончательное решение. Вот поэтому Пейсах – это выход из Египта. Это вопросы. Человек задает себе вопросы. Праздник Суходжи связан с тем временем, когда колено Израиля находится в пустыне. Они уже вышли из Египта. Мы уже находимся на дороге в обетованную землю. Вопросов уже нет. Мы идем к земле. Закронный праздник Пейсах бескомпромиссный и очень строгий. Решение покончить с рабством должно быть окончательным и недвусмысленным. Человек, который выходит из рабства, он должен себе поставить, он задает сначала вопросы, но он должен принять правильное, окончательное решение. Как человек, который не может взять грамм Хаметса. Нет такого понятия, чтобы ты съел чуть-чуть Хаметса. Все, значит, это уже не кошерно. Все то, что рассказывает нам Тора о тех днях, актуально и жизненно важно всегда, а также и сейчас. Человек находится перед выбором, оставить ли старую жизнь. Которую он так привык еще с детских лет и начать все сначала. У человека, у еврея возникает, я родился в России, у меня привычки, у меня все, я уже до мозга костей. Не могу из этого выйти и оторваться. Даже если я понимаю, что это важно, что это хорошо, что это правильно, но выйти из этого очень тяжело. И поэтому мучают много вопросов. Множество вопросов возникает в голове. Как будет, сумею ли я приобщиться? Что скажут друзья и знакомые? Поймут ли? Но когда уже решение принято и жребий уже брошен, все то время перестает волновать и беспокоить. То есть, когда ты уже принял решение, все. И когда решение принято и жребий уже брошен, все эти вопросы перестают волновать и беспокоить. И это потому, что настоящие друзья, настоящие друзья у человека, которые есть, поймут его. И что все устроится. А главное потому, что сразу же почувствуешь, что это единственная и верная для тебя дорога, когда ты уже принял решение. И очень быстро почувствуешь, что Бог с тобой. И поэтому людей, у которых есть еще вопросы, они должны собраться, как в пейсах, задать эти вопросы, решить это. И решить окончательно эти вопросы. И постараться, как в пейсах, нельзя грамм не съесть, кушать не кошерной на пейсах еды. Так же и потом. Когда ты провел Рубикон, когда ты уже решился, все, у тебя отпадают все сомнения, и ты уже находишься в Суккоте. Ты уже находишься по дороге на святую землю, на обетованную землю. И так, чтобы у каждого эти вопросы решились. Мы сейчас находимся в Суккоте. То есть у нас уже нет никаких вопросов. Мы идем к святой земле. И дай Бог, чтобы в конце концов в этот праздник сегодня проявился Рыбий Король Машлея. И мы все вместе пошли в Иерусалим в Третий Храм, чтобы это было сейчас. Ихея Ду Нейну, Рейну Варабейну, Менеха Машлея, Хлювлям Верет. Рыбий Корректор А.Егорова